На операционном столе 46-летняя женщина. Уже полтора года она болеет онкологией. У нее самая злокачественная опухоль головного мозга – глиобластома. Рак поразил ствол головного мозга пациентки, а потому удалить опухоль невозможно. Но можно замедлить болезнь и ослабить симптомы с помощью лучевой химиотерапии. Прежде чем ее назначить, нейрохирургам нужно максимально точно вычислить расположение опухоли в мозговой ткани, определить место и площадь трепанации костной ткани. Уникальная система нейронавигации позволяет хирургу полностью контролировать и управлять операцией. Положение инструмента и траектория доступа помогают достичь выбранной точки наиболее оптимальным путем и видеть то, что обычно скрыто от даже самого зоркого человеческого глаза. Уникальная возможность нейронавигационной системы соединить трехмерные изображения КТ-МРТ с живой анатомической структурой головного мозга. Врач-нерохирург может видеть невидимое, если так можно сказать. То есть это по сути третий глаз нейрохирурга. То есть мы сейчас можем лечить то, что может быть ранее было недоступно. Поэтому точность, качество, безопасность для пациента. То есть мы не повреждаем те структуры головного мозга, которые необходимо сохранить. Дальше к работе подключается операционный микроскоп. Высочайшее качество изображения и максимальная детализация объекта позволяют аккуратно проникнуть на три сантиметра внутрь черепа и извлечь часть патологии. Уникальный микроскоп стоимостью почти 20 миллионов рублей удалось приобрести в рамках нацпроекта «Демография». Что важно, он отечественного производства, а значит медики в любой ситуации смогут проконсультироваться с разработчиками по вопросам эксплуатации системы. Микроскопы обладают более, так сказать, лучшей способностью увеличивать. То есть у него там множество крат увеличения. То есть мы можем разглядывать сосуды диаметром меньше миллиметра. И также работать на этих сосудах, их шивать, коагулировать. Операция происходит быстрее, больной выходит из наркоза быстрее. Травматизм операции именно и удаление различных образований, он намного меньше. Навигационная станция, она работает более точно, чем предыдущая. Ну, я думаю, это большой-большой прорыв для Коми-Республики. И я думаю, что мы будем продолжать тот же дух. Система современного поколения в Коми-Республиканской больнице появилась совсем недавно и заменила навигацию микроскоп, на которых медики работали с начала двухтысячных. Новые технологии и оборудования, которые постепенно внедряют в повседневную жизнь медицинских учреждений республики, выводят оказание помощи на новый уровень и позволяют делать те сложные операции, за которыми раньше пациентам приходилось ездить в центральные города России. Так, например, еще в прошлом году в Ижвинской городской больнице впервые провели операцию по удалению опухоли спинного мозга. Случай довольно редкий. В год в Республике Коми выявляется, наверное, один или максимум два таких больных. Случай очень сложный, для хирургического лечения опасный, прежде всего своими осложнениями в виде как раз слабости рук и ног. Поэтому все такие больные раньше, как правило, отправлялись в федеральные центры Москвы и Санкт-Петербурга. Пациенту требовалась срочная операция, и благодаря тому, что ее удалось оперативно провести в Коми, необратимых последствий, пролеча конечностей, удалось избежать. За последние годы Ижвинская городская больница вообще заметно усилилась, закупили новое оборудование. Так, например, еще в 2020-м здесь появился высокоточный микроскоп. С помощью него хирурги успешно провели сложную операцию по удалению аневризмы сосуда головного мозга. Такие операции можно проводить только под микроскопом со специальным рентгенским аппаратом. Требуются особые инструменты, эксклюзивные навыки, знания. Ну и, конечно же, физическая и психическая выносливость, поскольку такая операция шла 6 часов в нашем случае, но это далеко не долго. Новые технологии и методы исследуют и в отделении реабилитации. В прошлом году здесь опробировали экзоскелет – инновационное оборудование для восстановления пациентов после инсультов и травм позвоночника. Его только начинают внедрять в регионах нашей страны. Пока что оно поступило в больницы Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана и Коми. Экзоскелет в первую очередь применяется для пациентов с нарушением локомоторной функции. Это инсульт, спинальные травмы, рассеянный склероз, эндопротезируемый тазобедренный сустав и ДСП – основные нозологии, которые используются для восстановления потраченных навыков. Экзоскелет – это новейшая разработка российских ученых, полностью отечественная, без импортных комплектующих. Производят предприятия военно-промышленного комплекса. Приживется ли оно в больнице – покажет время. А пока отделение усиливается и другим оборудованием. Только в 2023-м было закуплено больше 160 единиц. Республика выделилась субсидиум – 92 миллиона рублей. Вот еще цифры – 1373 единицы медицинского оборудования на общую сумму 907 миллионов рублей. Столько было выделено на глобальное обновление больницы поликлиник региона за последние два года. За каждым аппаратом УЗИ, МРТ, стоматологической установкой – реальные истории пациентов с вовремя поставленными диагнозами, правильным лечением и сохранением здоровья, а порой и жизни.